Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу Малахии, 3 глава. Вот, прямая речь Господа, я посылаю ангела моего. Книга называется «Мал-Ахи» — «Мой ангел». И считается, что это название книги, а не имя пророка Малахии. Видимо, это название вот как раз взято из этого самого стиха. Вот я посылаю ангела моего. Ангел Господень, по-еврейски Малахи. «И он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого ищете, и ангел Завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Очень важный стих. Здесь говорится о том, что ангел Господень приготовит пред Ним путь. Пришествие Бога. Люди должны ждать этого пришествия. Новый Завет прилагает этот стих к Иоанну Крестителю и ко Христу. Ангел Господень выступает, ангелом Господнем выступает Иоанн Креститель в начале евангельских повествований. Кто же тогда ангел Завета? Этот самый ангел Завета, он не тождественен ангелу первой половины стиха. И христианская экзегеза относит эти слова ко Христу. «Есть ангел мой», то есть посланник Божий, вестник. Ангелы – это же не только сотворенные небесные существа, бесплотные духовные существа, тварные, но духовные. А это еще и просто вот вестники, посланники, послы, например, других государств, тоже ангелы. Вестник, посланник. Здесь говорится вот об ангеле, которого пошлет Господь, и Новый Завет, Евангелие. Этот текст рассматривается как относящийся к Иоанну Претечи, к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель, на нем исполнились эти слова. Он приготовляет путь пред Господом и пред Его Мессией, и сам Господь придет в храм свой. Сам Господь. Для того, чтобы Господь пришел, храм нужно очистить. Иисус Христос совершает очищение храма, тем самым приготовляя этот храм для Господа. Вход Господень в Иерусалим, изгнание торгующих, очищение храма. Исполнение и этого пророчества, и пророчества, содержащегося в самом последнем стихе книги Захарий. Те, кто хочет поподробнее узнать об этом и освежить свои знания, вот именно этого момента прошу пересмотреть ролик, комментарий к последней, 14 главе книги Захарий. То, что касается храма Иерусалимского и его очищения. «Свой Господь, в храм войдет свой Господь, которого вы ищете». Люди искали Господа, искали лица Его, думали, как Ему угодить. Ангел Завета, мы, христиане, понимаем, что эти слова пророческие относятся к Христу, к Иисусу Христу. «Вот он идет», — говорит Господь Саваоф. Дальше, в конце 4 главы, к этой же теме, будет возвращение, и мы вновь вспомним то, о чем читаем сейчас. «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь распаляющий, как щелок очищающий». Господь здесь огонь поедающий, в другом месте сказано. Здесь он огонь расплавляющий, щелок очищающий. Огонь, природа огня, она попаляет и очищает. Предметы, которые сгорают, есть предметы, которые очищаются, вещи, которые очищаются. Металлы, например, серебро, золото. Вспомним, что эту же метафору использует апостол Павел, когда говорит в послании к Коринфянам, что дело каждого будет испытано огнем. Золото, серебро, сено, солома. Каждый испытается огнем. Огонь плавит, металлы. Вот здесь еще также сравнивается со щелоком очищающим. Щелок тоже очистительное свойство имеет. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Критика звучала в предыдущих главах в адрес священников, левитов. И вот Господь их очистит. Они будут переплавлены в горниле испытаний, в горниле искушений, видимо, и выйдут очищенными для того, чтобы дальше служить Господу. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды в Иерусалиме, Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Чистое, совершенное богослужение будет приноситься Господу жертвой Иуды в Иерусалиме. И Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Важно, чтобы тот, кто приносит жертву, сам был чист, и жертва была чистой. Чтобы богослужение было чистым, иначе оно не будет угодным для Бога. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют давую сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Савовов. Здесь перечисляются и религиозные преступления, и преступления нравственного характера. Чародейством занимались, прелюбодействовали, клялись ложно, клялись Богом для того, чтобы обмануть. Страшный грех. Удерживали плату у наемника. Плату у наемника нужно отдать ему наемнику в тот же день, паденщику, бедному человеку, который нанимается работать за плату, обрабатывать чужие поля. Нужно отдать ему плату наемнику в тот же самый день. Вдова и сирота перечисляются. Господь — сам защитник вдов и сирот этих социально незащищенных групп населения. Господь назван неоднократно в Священном Писании отцом сирот и судьей вдов. Поэтому, если судья судит превратно, за вдову вступается сам Господь и воздает судье нечестивому, лицеприятному по его нечестью. Господь сурово воздает ему Господь. Господь на защите. Нельзя обижать вдову и сироту. Сам Господь их защитник. У сироты нет отца, сам Бог его отец. У вдовы нет мужа. Сам Господь ее защищает и оправдывает. Отталкивайте пришельца. Сказано в законе Моисеевым. Любите пришельца. Не тех пришельцев, которые на тарелках летающих летают, а пришельцев, эмигрантов, которые в твоей стране живут. Их закон Божий повелевает любить. Любим ли мы пришельцев, дорогие братья и сестры, которые строят в Москве небоскребы и подметают наши московские дворы? Любить — это не чувство, это действие в Священном Писании. Ну а также сироту, вдову, наемника, конечно же, должны относиться к ним справедливо. А то их обирают, как липку, этих бедных дворников, таджиков. Бывает, к сожалению, такое. И они получают вместо достойной зарплаты какие-то жалкие гроши. Так не должно быть. Так было в древности, в народе израильском. Так часто бывает и среди нас, христиан, ничего быть не должно. Иначе мы вместо Божьего благословения получим проклятие. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожились». Господь терпит свой народ, не уничтожает их. Он не изменен. И законы его, и правила его Господни, уставы, и те нормы поведения, которые Господь заповедал, они неизменны. Они не могут поменяться. Не может Господь сказать больше. «А, давайте притесняйте пришельца». Или там «А, давайте вот притесняйте вдовую сироту, плату у наемника, значит, не платите ему вовремя зарплату, человеку, которого вы нанимаете на работу». Господь никогда такого не может сказать. Он не может изменить своего вечного закона. А законы касаются не только о том, как Богу жертвы приносить и как Ему служить, а и касаются сферы, относятся к сфере межчеловеческих отношений, отношений в обществе. Если общество хочет быть Господним, общество хочет быть святым, должны быть и отношения святые между людьми. Святой освящается еще. В Новом Завете к христианам часто звучит обращение «святые». Не только потому, что отделены от общества других людей, церковь свята, посвящены Богу, но и потому, что должны освящаться. То есть отношения с Богом и с ближним должны в церкви все более и более быть совершенными, такими, какими и хочет видеть сам Господь. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь». Саваоф. «Со дней отцов ваших» Имеется в виду, может быть, поколения, которые жили перед Вавилонским пленом, перед гневом Господним, перед разрушением вавилонянами Иерусалима и храма. Может быть, еще более древние времена здесь имеются в виду. «Одней отцов ваших вы отступили от уставов моих». «Уставы» — это реализация божественных заповедей, божественного закона, более точное их исполнение, называются часто уставами. В конце 4 главы мы прочитаем о заповедях и уставах опять, и будет звучать призыв их хранить, соблюдать. Поэтому обличение звучит, и тут же звучит призыв. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Если человек обратится, то есть повернется к Богу, наконец, то и Господь к нему повернется. Если человек от Бога отвернулся, то как будет над ним Божье благословение? Нужно обратиться к Богу, то есть развернуться. Не удаляться от Бога, а развернуться и повернуться к Богу. Тогда и Господь к нам повернется. Вы скажете, как же нам обратиться? Вот люди говорят, как нам обратиться к Богу? Ну, нужно соблюдать божественные заповеди, говорит пророческая книга Дальше звучат риторические вопросы Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением Если человек не приносит начатки плодов, приношения какие-то Богу положенные по вот этим самым как раз уставам О чем говорилось в предыдущем стихе Не приносит приношения и не отдает десятину Такой человек Бога обкрадывает Десятины для всех живущих в святой земле Израиля Десятины им не принадлежат Они принадлежат Богу Их нужно принести в храм Приношения, десятины приносятся в храм Лучшие приносятся в жертву Остальная часть от десятин Является средством содержания пропитания Священников и левитов, служителей божьих И это обязательно должно быть неукоснительно исполняться Иначе не будет божьего благословения Тем, кто выращивает хлеб на своем поле Тем, кто держит стада Им благословения не будет Вместо благословения будет проклятие Об этом мы читаем дальше Проклятием вы прокляты Потому что вы весь народ обкрадываете меня Прямая речь Господа Обкрадываете меня Ужасные слова, страшные Человек решил Бога обокрасть А люди не понимают, а как это мы Бога обкрадываем У Бога все, и все, что нам принадлежит Оно и Богу тоже принадлежит, конечно же Мы же, то, что мы имеем, это все равно все от Бога Бог, он владеет всем Все принадлежит Богу Как же мы можем его обкрадывать? Очень просто Да, это все от Бога вы получили Но отдайте лучшее из полученного вами Обратно Богу верните Накормите священников и левитов Десятый стих Принесите все десятины в дом-хранилище При храме были амбары, дома-хранилища Чтобы в доме моем была пища И хотя вы этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф Не открою ли я для вас отверстий небесных Буквально окон небесных И не изолью ли на вас благословения до избытка Вот если мы в этом испытаем Господа Господь изольет благословения до избытка И решатся все финансовые проблемы церковные Если каждый осознает необходимость в том Чтобы десятую часть из всего приносить в церковь Отдавать служителям Божьим Которая за счет этой десятины церковь живет, содержится Тогда не надо будет ходить с протянутой рукой И попрошайничать на строительство и ремонт храма На какие-то дела церковные Тогда будет до преизбытка Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные И виноградная лоза на поле у вас Не лишится плодов своих, говорит Господь Достаточно, нужно доверять Господу Достаточно вот положиться на Его Слово Доверять Ему, исполнить Его заповедь В данном случае заповедь о десятине и приношениях И тогда будет благоденственное, изобильное житие И плоды земные, и виноград, и все И никаких жуков, и гусениц, и колорадских жуков Не будет ничего этого Все будет прекрасный урожай, огромный, большой И дожди пошлет Господь из этих окон небесных Ранние и поздние дожди И будет богатый урожай, не будет засухи И блаженными называть будут вас все народы Потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф Так действительно сейчас в Святой Земле Израиля Это уже больше не малярийное болото Каждый участок земли действительно стал садом Она вся цветет, благоухает и приносит непомерные урожаи Сегодня, кто бывал в Святой Земле Израиля, видит это Насколько эта земля Богом благословенна Насколько там исполняются вот эти слова Господни Нет пожирающего, истребляющего Окна небесные отверсты Господь изливает благодеяния до избытка Плоды земные, виноградные лозы Даже сама пустыня превращается в цветущий сад Дальше читаем Дерзостный предо мной слова ваши, говорит Господь Вы скажете, что... А что это мы против тебя говорим? Ничего не говорим Вы говорите, тщетно служение Богу И что пользы, что мы соблюдали постановление Его И ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа Дескать, постились мы Пост Одежды специальные, да? Дерюгу надели вместо Костюмчика Вот Люди говорят, ну что вот мы постимся, молимся там Дестины приносим Тщетно служение Богу Не помогает Люди думают, что надо Богу служить, чтобы Это помогло Часто для человека Оказывается так, что Бог у него Ну, в его представлениях Бог это что-то вроде золотой рыбки Которая у тебя на посылках и должна исполнять твои желания Рыбка должна Это не так Это не палочка-выручалочка Это не скатерть-самобранка Это не ковер-самолеты Это не золотая рыбка Ты служишь Богу, а не Он тебе Служи Господь своего раба не оставит Без куска хлеба И даже Больше, чем куска хлеба Хлеб будет намазан густым-густым слоем масла Так что полный след от зуба будет оставаться На этом масле, когда ты будешь его вместе с хлебом кусать Нет тщет на служение Богу, как считали современники этого пророка И ныне мы считаем надменно счастливыми Лучше устраивать себя, делающие беззаконие Хотя искушают Бога, но остаются целы Вот человек может поколебаться в своей верности Богу и говорить Ну вот жируют они эти упыри Смотрите как На чем они ездят, в каких дворцах живут А мы Богу служим И никакого от этого пользы нет А для чего ты Богу служишь? Чтобы Чтобы как они жить, эти нечестивцы Ну вот они в этой жизни получают свою плату Говорит Новый Завет А ты получишь будущее Но и в этой жизни тебя Господь не оставит Не видел, говорит псалмопевец Праведника оставленным и потомков его просящими хлеба Поэтому Звучит призыв Не поступать так Но Равняться на боящихся Бога А что о боящихся Бога говорится? 16 стих Но боящиеся Бога говорят друг другу Внимает Господь И слышит это Слышит все, что говорят вот эти вот Нечестивцы Не желающие Богу служить Или служащие Ему нерадиво И пред лицом Его То есть пред лицом Божьим Пишется памятная книга О боящихся Господа И чтущих имя Его Книга на небесах Важно быть в эту книгу записанным Не важно, что ты записан в какие-то земные книги Важно, чтобы твое имя было записано в книгу на небесах Вот о чем должны мы родить И к чему стремиться И они будут моими, говорит Господь Савовов Собственностью моею в тот день Который я соделаю И буду миловать их Как милует человек сына своего служащего ему Если сын послушный Отцу Отец относится к нему Милостиво Милует его Не наказывает И вот если мы будем служить Господу Так как здесь сказано В этой книге В книге Малахии Искренне Не лукаво Не обкрадывая Господа И стремясь Исполнить его заповеди Хранить их в сердце И исполнять То тогда мы будем собственностью Господа Мы не будем подданными никаких царей земных Мы не будем Рабами никаких земных правителей Мы будем собственностью Господа Рабами его Что может быть выше и вожделения этого Милость Господня И не только рабами Но и сынами будем ему И тогда снова увидите Различие между праведником и нечестивым Между служащим Богу И неслужащим ему Сегодня вроде бы Такое различие Не всегда замечается Вот человек служит Богу Терпит материальные трудности Вот человек Богу не служит Жирует На чужой беде Набивает себе брюхо Карманы Дворцы до небес построил Улицы он своими именами называет Где же справедливость Говорит человек Увидите Говорит книга Малахии Увидите различия между праведником и нечестивым Есть суд Говорит поэт русский Который не подкупен звону злата Замечательная книга Малахии Нам остается одна небольшая глава четвертая Ее мы прочитаем в следующий раз Запись сделана Для библейского портала Экзегет И больше ни для кого Продолжение следует... Продолжение следует...